На протяжении многих лет в городском отделе по чрезвычайным ситуациям активно развивается такое направление подготовки спасателей, как скоростные подъемы в высотном здании. Этот образовательный элемент позволяет сотрудникам МЧС лучше отрабатывать вопросы взаимодействия в рамках ликвидации чрезвычайных ситуаций. Своеобразной проверкой боеготовности специалистов становится соревнование. Основное требование это полная экипировка пожарного спасателя, полная экипировка, это порядка 20 килограмм в аппарате, включенный в аппарат и на скорость поднимается на 20 этаж. Так один за другим на 20 этаж поднимается звено газодымозащитной службы. Работа идет как в условиях реальной чрезвычайной ситуации. На лицах спасателей маски, за спиной баллон с воздухом, на себе полная амуниция. В общей сложности порядка 20 килограммов. Выполнять такое задание рядовому человеку непросто. Для спасателей же невыполнимых задач нет. У нас в принципе часть охраняет такой район, в котором большинство зданий повышенной этажности есть и многоэтажки. И практически каждый вызов у нас сталкивается с тем, что необходимо в той или иной степени подниматься на достаточно высокие этажи. И тем самым это непосредственно, то есть та работа, которая практически на каждом выезде мы сталкиваемся. Андрей Булько – один из лидеров в этом видеоупражнении. Свой результат – 1 минута 46 секунд он подтвердил и в рамках очередных соревнований. Можно было получше, конечно, что ноги в конце подзабились, но в принципе довольны. Думал, будет тяжелее от холода, но как бы справился. Наша съемочная группа провела свой эксперимент. Среднее время подъема на лифте на 20 этаж – порядка минуты. В случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации работать он не будет. А потому вся надежда исключительно на спасателей. И как показывает практика, помощь приходит вовремя, когда есть такие профессионалы.